Я Лариса Бузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невеста Юля, Елена и ещё одна Юлия. А жених у нас Евгений. Привет. Мы рады видеть снова нас. Проходи. Евгений. 33 года. Был жестоко избит при очередной попытке увидеть свою дочь, которую бывшая супруга скрывала от него 4 месяца. Евгений в прошлом сотрудник спецназа, ветеран военных действий. Сейчас работает детским тренером по лёгкой атлетике. Признаётся, что излишне стеснителем. И не никогда не обратит внимания на слишком заумную барышню и не сможет ужиться с домоседкой. Женится на активной кореглазой брюнетке, которая родит ему двоих детей. Здравствуйте, Женя. Вы у нас уже не первый раз, поэтому я сейчас предложила бы вам напомнить о вас зрителям. Конечно. Давайте. Меня зовут Евгений. Я пришёл найти свою любовь. А в этом мне поможет моя дочь Виктория. Скажи, пожалуйста, а ты хочешь, чтобы папа женился? Да. А чтобы она какая была? Добрая? Да. А чтобы она была красивая? Да. Как кто? Как мама. А ты видишься с мамой? Ну да. А ты... Ну, папу она не любила. Не любила? Нет. А ты с кем хочешь больше жить, по-честному, с мамой или с папой? С папой. Да, она звонила, приехала полиция, говорят, что у вас кислотока, вот, пытаются облить, там, убить, что-то такое. Нам был звонок, поступило. Я говорю, я вот с ребёнком на руках практически пытаюсь уложить её. И соседи свидетели, что вы приличный молодой человек. Да. Ребёнка полюбить совершенно нетрудно, потому что неважно, он свой, чужой. Я больше тебя не буду убить. Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я. Принца, я, роза, коборона или короля. Это мне очень понравилось, и мне кажется, у нас получится такое отношение. Я не знаю, это обоюдно или нет, вы будете спросить. Обоюдно. Не сложилось с этой девушкой? К сожалению, нет. Почему? Девушка приятная, хорошая, и в силу своего возраста, скорее всего, мы остались просто друзьями, она приятная, хорошая человек. Жень, сегодня программа тяжёлая, я так понимаю. Да, очень сложная. Поэтому предлагаю ничего не скрывать ни от наших невест, ни от наших зрителей. Я понимаю, что вам сейчас вообще не доженить бы. Дело в том, что в период подготовки к нашей программе на вас было совершено покушение. Вообще, давайте всё расскажите, как есть. Как тебе, Женя? Очень потешно. Четыре месяца назад я встретился с дочерью, она пыталась всячески меня убедить, ну, рассказать в том, что она хочет жить со мной, и ей очень сложно жить с мамой, поскольку у неё появился новый молодой человек, и ей не совсем комфортно жить в этих условиях. В силу того, что закон, суд именно, признал, точнее, вынес решение, чтобы дочь проживала именно с мамой, мне пришлось вернуть дочь маме, как бы тяжело мне не было, и насколько бы сильно не хотела дочка. С того момента, это был где-то май месяц, с мая месяца бывшая жена периодически прятала её, не давала возможности практически за все летние каникулы, которые были в детском саду, и дочка готовилась сейчас к школе. Люди многие разводятся, сходятся, но из-за большой любви к ребёнку многие мамы даже обижаются, что мужчины не хотят после развода встречаться с детьми. И дело не только в элементах. Почему в вашем случае такая агрессия по отношению к вам? Она использует ребёнка как инструмент манипулирования. Зачем? Почему нельзя было договориться с женой полюбовно? Я пытался это сделать, и я понимаю то, что ей, дочке, будет комфортно всё-таки получить какую-то любовь от мамы. Без эмоций. Вот просто, почему у вас удобнее? Потому что школа рядом с вами, вы зарабатываете больше денег, потому что жена алкоголичка, жена приводит в дом чужих мужчин. Вот просто по фактам. Факт простой. Мне комфортно с дочерью, ей комфортно со мной. Всё, больше здесь момента никакого. А если послушать жену, она скажет, мне комфортно с дочерью, а дочери комфортно со мной. Это естественно. Жених, на мой взгляд, очень интересный. Мне он понравился. Я хотел бы просто видеть ребёнка, но не больше. Чем она будет старше, тем она будет больше нуждаться в женщине. Это я понимаю тоже. Жена ограничивает, да, общение ваше? Она категорична к нашему общению. И поскольку у неё сейчас новая семья, я ни в коем случае не препятствую этому. В принципе, я понимаю то, что физиологическая потребность женщины иметь мужчину. Может быть, вы настраиваете девочку против матери, и мама это почувствовала, и поэтому она не хочет, чтобы вы встречались? Что, когда вы разговариваете с дочкой, что вы говорите о её маме? Что она хорошая, что она, типа, может какие-то женские моменты. Честно, какие женские моменты? Малое дитё ничего не понимает. Вот как мамочка называете? Юли это? Или опять себе к это ехать? Нет, в любом случае я её называю по имени, и зову её мамой, и понимаю то, что ей комфортно. Скажите, жена выпивает? Я сейчас не могу сказать, я четыре месяца её не видел. А раньше она выпивала? Мы разошлись из-за того, что у неё были такие инциденты. Девочку поднимала руку на дочку, не ухаживала за ней, бросала её. Нет, такого не было. Как тебе женил? Интересный, в принципе. Ситуация у него, конечно, тяжёлая. Тебе не страшно с тяжёлыми ситуациями? Ну, думаю, вместе справимся. И вот в этом году девочка пошла в первый класс. Я пришёл 1 сентября, потому что это первый праздник её жизни. Да, праздник знаний. Столкнулась с ситуацией, то, что мне не сообщили, в какую школу она пойдёт. Мне приходилось через сотрудников полиции выяснять, в какую школу она пойдёт. Время, назначенное в 9, оказалось для других классов. И я пошёл к Жеме по адресу проживания жены, куда постучался, сказал то, что я хочу видеть дочь, потому что сейчас пойдём вместе на линейку. Она долго не открывала, потом в тот момент, когда открылись двери лифта, вошли сотрудники полиции на лестничную площадку. Она открыла дверь, сказала, вот мужчина беспокоит моё присутствие и пытается встретиться с ребёнком. Я показал решение суда о том, что мне не запрещено её видеть. Договорились с ней, что мы встречаемся внизу, когда они выходят из подъезда. Я попросил её об одном, то, что поскольку я отец ребёнка, она мама ребёнка, я бы хотел этот праздник семьи, я бы так сказал, и знаний. Между нами двумя только оставить и плюс дочь. Попросил, сообщил ей то, что я мог брать с сеструшек. Нежелателен мужчина, с которым она проживает. Да, всё верно. А сколько она проживала с этим мужчиной? Я вот здесь не могу сказать, не более полугода, может быть, вот такие отношения. Но девочка его знала, знала как... Самая поразительная история, то, что на протяжении всего времени, то, что она проживала с ней, бывшая жена отказывалась говорить, как его зовут, в каких отношениях они стоят, где он до этого проживал. Ну хорошо. Никакой информации о нём она не говорила. В общем, они вместе жили, он не тунеядец, не алкоголик, не наркоман, и он имел право, воспитывая вашу дочь вот в той семье, тоже быть на линейке на этой... Что за условия за такие? Я попросил, поскольку это моя дочь на протяжении, ну, длительного времени. То есть он не приходил к ней в те моменты, когда мы ходили там в поликлинику, не ухаживал за ней. Мало того, он не находился рядом, когда ваша жена носила её под сердцем этого ребёнка. Всё верно. Не меняла подгузники и так далее. Ну, пришло время, когда вы расстались, и появился там другой мужчина. Я попросил её, что мне будет неприятно, и мне было бы комфортно. А она сказала, чихать мне на тебя, приятно тебе или неприятно, у меня новая жизнь, смирись с этим. Всё, был суть. Я принял её решение, но в любом случае попросил о том, что я попросил. Она вышла из дверей, шла вместе с дочерью. Её молодой человек, как я понимал, мы до этого не встречались. Единственное, да, связывались по мобильному телефону, единственное, он говорил то, что он сотрудник полиции. Мне всячески угрожало. Какие-то там... Разговаривал на терминах, которые, в принципе, в преступном элементе. Я его уточнял. Ребёнок живёт в семье с матерью, где присутствует другой мужчина. Вы не готовы сейчас найти общий язык, да, с этим отчимом, вашей дочери? Нет, мы разговаривали против слова. По-прежнему, как раньше, уже не будет, милый. Я знаю. Да. Это я понимаю. И вот вышли, злились, снудили, наверное, да, что я же просил тебя. Нет, не в коем случае. Я просил тебя, не бери его, с какой стати он здесь на линейке или нет. Нет, ничего подобного не было. Они вышли вдвоём из двери дома, проживают по номеру номер 7, а школа находится номер 12. Там буквально 40 метров между домом и школой. Она прошла впереди, молодой человек шёл сзади, я присоединился к дочери, он шёл позади. Перед тем, как они спустились, из отдела полиции мне набрали и попросили прийти в отдел полиции, поскольку они хотели бы мне задать вопросы какие-то. Я объяснил то, что не могу к ним прийти, потому что вот буквально сейчас без 15 и 11, в 11 у моего ребёнка линейка, я хотел бы это время находиться с ними. Я бы понимал то, что полиция каким-то образом будет, может быть, мешать, либо ещё каким-то образом создать ситуацию, то, что я не смогу в этот момент встретиться с дочью, поскольку вот такая ситуация произошла. Уже сотрудники полиции выезжали. Ну, потому что вы вели себя как маньяк. Я вам сейчас объясню. Нет, миленький, со стороны как-то, я не нападаю абсолютно на вашей стороне, потому что вы сейчас нездоровые. И это такое нервное у вас потрясение, вы ведёте себя как нездоровый человек. Вот смотрите, вы пришли, линейку отложили с 9 до 11. Она не про вас, что скрыла от вас, где будет учиться девочка, да? Вы пошли в чужую семью, потому что это уже не ваша семья. Ребёнок там, ну вы не должны были, потому что у вас накалённая обстановка, да? Вы стали выдвигать свои условия, которые абсолютно неприемлемы для вашей были жены. У неё есть мужчина, с которым она живёт. Эта ситуация неприятна, потому что для них тоже это был праздник 1 сентября. И вы себя вели как ненормальные. Поэтому была полиция, поэтому звонки и так далее. А вы, сосредоточены только на своём страдании, что от вас отрывают этого ребёнка, вели себя неадекватно. Я понимаю, о чём вы говорите. Не знаю, он как-то рассказывает о всей этой ситуации с одного угла. Интересно бы было послушать, что по этому поводу думает его супруга. Когда началась драка? Кто на вас напал? Идём вместе с дочерью, и в этот момент дочь начинает плакать. Панически реагирует на меня. А почему у девочки паническая реакция? Её настроили таким образом, что я не могу это объяснить. А что она делает? Она кричит, рвётся к маме, а вы её не отпускаете. Что? К проявлению? Я нахожусь приблизительно, как я сейчас с Розой, нахожусь приблизительно в таком расстоянии. Понимаю то, что у неё отторжение меня идёт. Я удивляюсь, почему. И иду прямо рядом, не пытаюсь ухватить её, либо ещё что-то сказать. Мы поставили ребёнка в линейку, там, где дети должны именно строиться. Сзади ко мне подошли люди. Именно её молодой человек схватил меня за правую руку. Сзади подошёл ещё один сотрудник полиции. Я уточняю, вы кто, по какой причине ко мне обращаетесь, и смотрю на него, почему он ведёт себя таким образом. Я говорю, представьтесь, ситуация необходимая. Ну да, упускаем. Что происходит? Помимо этого, ко мне ещё подходят два полицейских с одной и с другой стороны. Это всё на линейке при детях? Это всё на линейке. Линейка, дети, родители. То есть в гуще я была на линейке миллион раз? В гуще с облитей, да. Что происходит? Этот друг вашей бывшей за вами наблюдает? Или они не в поле зрения? Этот друг участвует непосредственно, он хватает меня за руку. И участвует во всём этом мероприятии. Телефон у меня лежит в кармане, он кричит, ломай ему руки, у него там нож лежит. У вас? Да. Дочка всё это видит? Дочь видит. Всё это на глазах детей, на глазах родителей. Конечно, ребёнок наверняка, Алис, нервничал, что родители поссорились, поругались так 1 сентября. Это же какой важный для ребёнка вообще день. Вас избили? Мне угрожают и говорят, мы сейчас тебя отвезём туда, и с тобой ты ещё не то нам расскажешь и всё остальное. Я понимаю то, что мне деваться некуда, что это за люди и что будет происходить там. Начинаю перемещаться, и в тот момент, когда они немножко отпустили меня, я убегаю от них. Бегаю и слышу, что за мной едут машины. Из этих машин выскакивают люди и начинают гнаться за мной. В гражданском. В гражданском. Я так понимаю, это друзья этого молодого человека, который в принципе гонится за мной, но у него силёнка на это не хватает. Я пробегаю ещё там какое-то расстояние, но понимаю то, что нужно возвращаться, потому что здесь что-то не так. Если я сейчас убегу... Хорошо, чем закончилась эта история? Закончилась тем, что я остановился, меня повалили, начинают избивать. У меня... Вы зафиксировали побои? Да. То есть были увечья, да? С трясением, с трясением головного мозга. Я лежал в нейрохирургии. Третьего числа я туда поступил, сегодня меня выписали оттуда. Своим поведением сейчас и он, как мужчина, и его бывшая супруга просто, ну, на мой взгляд, они просто травмируют ребёнка. Вы с женой после этого с бывшей общались? Никто мне не позвонил, ни к каким образом не связался. Вы ей звонили? Нет. Почему? Вы должны были позвониться и спросить, в чём дело, что случилось, чего в этот день на глазах? Дело в том, что когда меня отправили, грубо говоря, за решётку в отделе полиции, пришла моя жена и сказала, ну, что она свидетель того, что я угрожал кому-то. И написала заявление, то, что она это видела. Это была абсолютная ложь. Плюс пришёл её отчим, который написал такое же заявление. Плюс написал заявление её сожитель, который, в принципе, меня пытается обвинить в чём-то. Я не знаю, чего. Потому что сотрудник полиции, который от меня просил, можете дать объяснение, по какой причине вы здесь находитесь? Я говорю, а можете показать именно, в чём меня обвиняют? Нет, не могу. Ещё была ситуация, когда на вас жена наехала на машине, да? Здесь именно момент того, что неоднозначно она относится ко мне и желает мне только зла. Был момент того, что я пытался встретиться с дочерью и приехал, чтобы это сделать. Она наехала на меня автомобилем, пронеслась по Щёлковскому шоссе на красный свет, выехала на Щёлковское шоссе и пыталась машиной... Чем вы так её достали, скажите? Вы же по любви женились, вы женились по любви, у вас всё было хорошо. Что между вами произошло? Ведь что-то страшное. Почему она вас не просто ненавидит, она вас презирает, она вас за человека не считает? Дело в том, что в момент брака между нами было куплено жильё. Она пытается от меня избавиться для того, чтобы я сказал то, что я подам в суд на раздел имущества, поскольку я имею там же долю, поскольку все деньги, которые у меня были, она забрала себе. Машину я оставил ей, деньги ей, имущество, которое было, оставил ей. Забрал только ребёнка и тот момент, когда она поняла то, что ей неинтересно с ней. Всё. То есть полтора года она не участвовала абсолютно в жизни, ну год-полтора она не участвовала в жизни ребёнка. По-моему, он пришёл просто рассказать про то, какой он бедный и несчастный, про то, какая у него ужасная жена, про то, как его обижали, а она вообще гадина, негодяйка, у него сотрясение мозга, он пришёл в больницу. Да, но у него же помимо этого есть в жизни какой-то позитив. Почему он-то не принёс этот позитив с собой? Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Диета Елены Малышевой. Набор еды для снижения веса. Заказывайте на сайте dietamalyshevay.ru или по телефону 8 800 555 30 44. Женечка, смотрите, милая, у вас с женой не сложилось. Вы больше с ней не будете вместе никогда. У вас есть дочь. Сегодня вы просто должны договориться с ней. Но вы должны вести себя прилично. И смириться с тем, что у неё своя жизнь. Собственно, она любит и спит с другим мужчиной. И она его любит. И, возможно, там будут рождаться новые дети. И у вас появится новая женщина. Не цепляйтесь за ребёнка так. Вы только ей вредите. На какое-то время отступите назад. Дайте девочке хотя бы закончить первый класс. Я не думаю, что там мама садистка и такая она вся ужасная. Нет, она замечательная. Я думаю, что мама. Ну вот видите, что вы говорите. Займитесь своей собственной личной жизнью. Жень, я понимаю, вас просто перемкнуло. Вы ни о чём не думаете. Вы уязвлены. Поэтому прям всё плохое. Лети-лети, ни в кого не попади. Хорошо? Слава Богу, первый раз вижу, чтобы вы улыбнулись. Это не решатся проблемы прошлого. Конечно, сложно тоже начинать какое-то будущее. Но можно же друг другу помогать? Можно. В следующем году, со второй половины, когда он встретит женщину, и семейные дела начнут решаться, у вас в конце следующего года начнёт с трудом развязываться ситуация. В следующем году. 2016-го, правильно? Сейчас пока это, знаете, так вот, притирание то в большом плюсе, то в большом минусе. Я это чувствую, понимаю, потому что этот год, он такой переходящий именно на следующий год. И вот действительно, оставьте ребёнка и жену в покое на время. Да, я тоже так думаю. Но предупредите её, чтобы она берегла ребёнка зимой и весной 2016-го года. И вокруг Нового года на пороге 2017-го. Хорошо. Ну, поскольку невесты всё равно пришли и будут сейчас за вас бороться, я вот прям давай что-то советую. А что давать-то? Надо его отогреть, клином вышибать, собственно говоря. Ну, что, хочет, не хочет. Он же зациклен сейчас абсолютно на своём страдании в связи с дочерью. Он просто, не просто купается в этом, он просто сошёл с ума. Ну, женщина, может, как подход найдёт. Ну, может, сложится, не сложится. Ну, хоть поможет хорошему человеку. Ну, я тоже считаю, что вам просто срочно нужна женщина. Срочно. Чтобы она вас вымотала, как... Да нет, нужна такая, чтобы... Сексуальная зажигалка должна быть такая. Знакомьтесь с первой невестой. Привет, Женя. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Я за этот год тоже прошла 9 кругов ада просто. Мне очень близка твоя ситуация. Я надеюсь, что я смогу тебе помочь. Ну, или мы вместе будем решать наши проблемы. Девочки. Юлия. 29 лет. Экономист в энергетической компании. Гордится своими детьми. Мечтает жить в Италии. Предупреждает, что обладает даром убеждения. Признаётся, что на ней висит большой долг. Юлия много лет терпела проявление жестокости со стороны гражданского мужа в свой адрес. Но когда он применил запрещённый приём и выкрал у неё сына, не выдержала и подала иск в суд. Надеется, что Евгения станет её защитником. Ну, уж вот я не знаю, каким защитником он может вам стать, но то, что другом по несчастью, это однозначно. Боже, что это за гадость вот эта? Это моя слабость на самом деле. Куриные лапы такие. Вот, хотела бы вас угостить. Ну, все прям подруги подсаживаются. А вы что это я-то сразу? Как гадость, значит, я люблю. Женьку, угостите. Ему как раз голодная. И проверите его на вшивость. Будет он такой вот есть некрасивую еду? Ну, может быть, она, конечно, некрасивая, но зато очень вкусная. Вот его угощают. Я над ней уже нам угостить. Она вот женщина, да, она готовит, вот у неё дети все такие красивые, опрятные. А он что будет делать? Какие проявления жестокости со стороны своего мужа вы терпели? Ну, вы знаете, вообще человек очень тяжёлый. Постоянно издевался моральным, не одавил. Вы были в официальном браке? Нет, в официальном браке мы не были. Ему по работе, как он мне говорил, нельзя было жениться. А кем он работал? Ну, до сих пор это остаётся тайной, да. Скажите, а как от сожителя, от садиста вы осмелились родить двоих детей? Ну, вы знаете, когда я сбеременела первым ребёнком, да, потом вторым, у него не было таких приступов агрессии. Видимо, у него в жизни что-то произошло, то, чего я на тот момент не знала. У детей прочерк в свидетельстве? Нет, он их усыновлял официально. То есть у них фамилия, всё это, только вы были неженаты. Я думаю, что у неё были сильные чувства, она была очень сильно влюблена, поэтому не ждала от него гадостей. Может быть, он приносил деньги, да и ладно, и вас всё это устраивало? Ну, деньги он приносил маленькие, в основном я сама тоже зарабатывала. Вы смотрите, и денег не зарабатывал, да? И денег не зарабатывал. И отец был плохой, наверное. Ну, отец он, да, никудышный, детей практически не видел, они вот сейчас даже в принципе не привязаны. Два с половиной года. Два с половиной года. Представляете, то есть у вас была возможность уйти с одним ребёнком? Была. Например. Ну, так а что он? Ну, забеременела потом вторым ребёнком. И человек начал поздно приходить домой, выпивать. И у него вот случались какие-то приступы, ну, агрессии непонятные. Терпела сколько могла. Родители у вас есть? Да, мама есть. Я не рассказывала маме, что у меня такие трудности. Ну, я не хотела её расстраивать просто. Да, лучше бы мама сразу на похороны пришла бы, мало ли, правильно? Ну, я считала, что ситуация как-нибудь разрешится, что может быть у человека там на работе какая-то конфликтная ситуация. А может быть, вам просто нравилось жить в таких страстях? Нет, мне в таких страстях. А женщине, которой не нравится, она просто собирается и уходит. Живёт на вокзале, моет там полы и выживает, если ей это не нравится. А если терпит, значит, и рассказывает, что... Ну, как даже он не пил, вот сейчас, в 42-м, нет, вру, в 37-м году не пил и в 90-х, да, в конце 90-х тоже, по-моему. Вот вы так себя ведёте? Ну, да, бесхарактерно, да, согласна. А почему бывшие у вас требуют долг 10 миллионов, а спине 12 миллионов? Ну, потому что просроченная задолженность такая. У вас? Ну, да. Ну, бесхарактерно. Постоянный его взгляд, как у него изменился взгляд, плюс в словах, долг в 10 миллионов. Не так жалко. Ну, он хитростью, да, видимо, я не помню этой ситуации точно, поскольку у меня была Алиса маленькая, грудной Родион, что там произошло, какие-то мошеннические действия. Оформлялось очень большое количество машин на меня, и, видимо, где-то что-то, вот, бумажку подсунул, где-то, может быть, на пустом листе бумаги я что-то написала. Я не знаю, я не помню, суд он выиграл. Давайте, конечно, ничего не дружите. Вы знаете, я как юрист помогаю героиню. Да, вот ваш взгляд со стороны. Я, собственно, вот здесь выражаю мнение, да, как юрист, что в любом случае нужно добиваться своего, добиваться правды. Я Юле верю. Мне кажется, она действительно вот такой честный, простодушный человек. Просто она очень доверчива. А как случилось, что он выкрал у вас ребенка? Сына, по-моему, да? Да. Ну, это тоже было 1 сентября. Там очень все четко у нас, да. Ребенка надо забирать в определенное время. Приходим, а мне говорят, а папа его забрал. Я говорю, ну как забрал? Он ничего не говорил, ничего не сообщал нам. В итоге мне сказали, что он чуть ли не через забор попросил его перекинуть. Имеет право он его отец? Ну, имеет право он его отец. Ну, в итоге 4 месяца ребенка я не видела вообще. Пару раз он подвозил, брал вот старшую дочь. Ты хочешь над ребенком, что ли? Ну, он физически над ним не издевался, но морально, как он говорил, я отдам тебе сына тогда, когда отучу его от мамы. Я знаю, что у вас есть видео. Давайте посмотрим. Это вот свекровь моя и его младший брат вот так забирают у меня сына. Ну, не отдают мне его. Свекровь меня душила. А снимает, ну, просто девушка, знакомая с района. Мимо она проходила, с собакой гуляла. Вот они мне говорят, типа, отдай нам Родиона. Вот это все, что она успела снять. Потом они увидели просто, что она снимает, и в рассыпную разошлись. Это ж мама, материнский инстинкт женщины развит в 10 раз больше, чем инстинкт самосохранения. Просто вгрызться в руки, вот так вцепиться в куртки, пока тебе пальцы не оторвут. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь делите? Ну, ничего не делите. А я имею в виду, вы на что-нибудь претендуете? Ни на что вообще не претендую. Квартиры? Нет. Машины, деньги? Ничего. Абсолютно. А как вы считаете, может быть, он боится, что вы на него повесите каких-то алиментов? Для чего ему сейчас нужно? Дети? Все это. Да, дети. Может быть, он таким образом вас хочет вернуть. Человек просто дело принципа. Может быть, он вас хочет вернуть снова. Ну, человек вообще, начнем с того, что человек очень удобно жил. Он сюда приходил к детям, у него тут был ужин, да, жили там вот 4 года, мы живем у мамы. Он периодически захаживал, как чеширский кот. У вашей, да? Хочу, приду, хочу, не приду. Детей вроде увижу, поужинаю, ну, вечером. А потом куда уходит? А потом либо к себе уходит домой, либо я не знаю в каком, либо оставался у меня ночевать. А почему вы не жили, рожая детей одной семьей? Мы жили какое-то время одной семьей, а потом, ну, случилась ситуация, я в интернете познакомилась с человеком. Вот, и мне, потому что безумно не хватало внимания, и он меня поддерживал просто как переписку. Я с ним переписывалась, и этот человек просто подвел меня к тому, что, Юль, так жить нельзя, себя надо любить и уважать. Собирай-ка ты вещи и иди оттуда. Вот, и получается, под давлением вот этого неизвестного человека, впоследствии оказалось, он сам признался, что этот человек был от него, это была просто проверка на вшивость. Как вы из миллиона интернета любителей выбрали именно этого? Это он меня выбрал. Вот, он начал переписку, причем он в течение года то пропадал, то исчезал. А как вы считаете, для чего нужна была провокация со стороны вашего гражданского мужа? А у него сложная ситуация решалась, там у него еще одна гражданская жена забеременела. У вашего бывшего? Да. Ну, вот видите, какие подробности оказываются. На седьмом месяце беременности у него еще одна девушка забеременела, и в это же время появился вот этот молодой человек, который начал со мной переписку. Я думала, что у меня сложная ситуация, оказывается, ситуация у меня очень даже простая. Зачем ему ваши дети? Ему дети не нужны. Что ему нужно от вас? Ему нужно просто принципиально победить. Вы ему скажите сейчас, ты победил, Вася? Ты победил, Константин. Вот он победил. Все. И дальше что? Будете сейчас подавать на алименты? Уже. Все, суд состоялся. Я подала после вот этой ситуации, мне завели, возбудили уголовное дело в полиции. Также я подала на лишение его родительских прав. Потому что дети страдали жутко. Я ходила с фенгалом в музыкальную школу, а где он ребенка, просто отводил в сторону и говорил ей, Алис, если у нас с тобой ситуация, с твоей мамой зайдет ситуация в тупик, я вас заберу в любом случае, чего бы мне это не стоило. И вот с 21 декабря до Нового года мы буквально, меня мама провожала на работу, нас везде сопровождали, сопровождала полиция. 42 года. Роза. Что я могу сказать? Вообще триллер просто. Ну, чудный, товарищ. Не, ну вы, Женька, это как раз ваше... Аксессу. Надо спасать. Да, я тоже понимаю. Спасать. Ну, я думаю, если они будут как друзья по несчастью, то она его, в принципе, может понять, помочь, как-то приободрить его. Ой, я считаю, что бонусы в этой программе неуместны, поэтому показывайте сюрприз. Я знаю, что Женя тренирует детей, да, мастер... Ну, это немножко другого рода тренировки, но небольшую гимнастику или еще что-то такое, чтобы дети размялись, поскольку они, я понимаю, так немножко устали. Да, сидели сюрприз. Единственное, я хочу спросить, Юля, у меня вопрос к вам. А как вы думаете, в чем ваш муж победил? Я вижу, вы сильная, красивая, молодая девушка, ничем не сломленная. Ваши дети постоянно с вами. Вы их любите, они вас обожают. В чем его победа вообще? Сейчас совсем не понял, с чем вы согласились, потому что у вас все замечательно. Единственное, вам только осталось самое малое, это встретить того мужчину, который вас будет поддерживать и с которым вы создаете семью? Ну, в принципе, да. Может быть, когда они сойдутся вместе, они перестрадают, каждый свою боль. И когда они освободятся от этого, они друг на друга посмотрят и влюбятся, и будет счастливая семья. Становитесь вот здесь. Как нам встать? А, вот как удобнее. Как удобнее, смотрите. Давайте мы разомнем с вами пальчики. Разомнем пальчики. Устали, наверное, да? Очень устали. Очень устали пальчики. Теперь пошире встанем. Помашем ручками. Давайте ручками помашем. Замечательно. А теперь давайте корпусы покрутим. Устали, наверное, наклоняться. Ой, как хорошо. Устали, устали наклоняться. Хорошо? И давайте попрыгаем. Высоко, 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 высоко. И ручками пытаемся поднять. Ручки поднимаем, поднимаем, поднимаем. Ну, молодцы. Давайте ручки опустим и сбросим. Вот так. Рассладимся. Нравится? Все? Молодцы. Умница. Спасибо, Жень. Спасибо. Пойдемте. Юль, все у тебя будет хорошо. Спасибо. Очень красиво. Спасибо. Спасибо, Юля. Спасибо. Пошла за дверь. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время. По телефону 0736. Пока реклама. Евгений, ну как вам эта зеркальная ситуация? Я удивлен. Сейчас посмотрел на ситуацию со стороны женщины, если честно. Как вот в лице Юли я увидел немножко противоположную сторону. Я увидел, что женщины так же страдают, как страдаю я. А тебе дядя Жень-то понравился? Да. А как ты думаешь, он маме подойдет? Да. В перспективе у вас могли бы сложиться отношения? Вот двоих детей бы взяли, не своих? Вы знаете, я не готов отвечать сейчас на подобные вопросы. Это достаточно сложно. А вот какой-то мужчина, который сейчас находится рядом с вашей бывшей женой, воспитывает вашу дочку. Мало того, он борется как может за вашу жену и за право быть с вашей женой и с вашей дочерью. Пусть вот такими запрещенными метами, но он борется. Когда родители заботятся о своих детях, они всегда смогут договориться. Тамара, что там со звездами? Совместимость у вас существует. Я это вижу по глазам. Больше того, я думаю, что вы готовы взять на себя ответственность за детей, но вы присматриваетесь к людям долго. Вот это но, пожалуй. Просто необходимость взвешивать вот эти принятые решения достаточно сложно, они даются. У Юли Венера с Марсом в весах, и поэтому она, конечно, сохраняет отношения, даже те, которых нет, до последнего патрона. Плюс ко всему, два скорпиона в одной банке, понимаете, да? А вот этот экстравагантный поступок в виде отварных куриных лапок. Ну, это её любимое блюдо, и, по крайней мере, может быть, ей нравится. Может, закормила этими лапками, и в него что-то вселилось в бывшего? Я же говорила, лапу не все. Очень приятно. Поможете пройти, пожалуйста? Спасибо. Елена, 27 лет. Управляющая в ресторане. Гордится тем, что одна воспитывает двух дочерей и обеспечивает родителей. Мечтает выучиться на врача. Признаётся, что воспитывалась в приёмной семье. Чтобы избавиться от женатого возлюбленного, Елена пыталась пристроить его в надёжные руки подруги, но в итоге была вынуждена вернуть его законной жене. Надеется, что Евгений поможет ей излечить сердечные раны. Здравствуйте, девочки. Какие вы королевишные. Прямо обе. Спасибо. Спасибо большое. Я к вам с угощениями пришла. Это, скажем так, любимые блюда нашей семьи. Это осетинские пироги и пахлава. Вторая невеста, Елена. Очень интересная. Очень харизматичная. Что там было с женихами? Отец моей первой дочки, замечательный человек, прекрасный мужчина. У нас с ним была большая любовь. Мы были молоды, встречались, было предложение, было сватовство. Один колечко на палец, прожили вместе три года. Вне брака? Да. Я забеременела, родила ребёнка. Начались проблемы. Мы оба были молодые, без опыта. Тётя, смотри, какая красивая. Очень красивая. У неё 100 шансов, чтобы её выбрали. И маму тоже. А второй ребёнок? Второй ребёнок тоже замечательный человек. Мы с ним прообщались какое-то время. Через какое-то время я узнала, что он мне звонит. Три месяца провстречались. Замечательные отношения. Он мне звонит и говорит, ты мне не звони, пожалуйста, сегодня вечером. Ко мне мои приедут. Ну, я думаю, мои родители, родственники. Он мне про них, про всех рассказывал. Он говорит, я говорю, что родители приедут? Он такой, нет. Говорит, жена беременная с ребёнком. Жена была на шестом месте беременности. Сыну было на тот момент 4 годика. Если говорить об Елене и Евгении как о паре, мне кажется, что Лена не его типаж. Вот я пыталась с ним расставаться. И на все мои аргументы, он приводил контраргументы. Нужны деньги? Я не хорош? Я плох? Нет, я хорош. Вот тебе работа. Зарабатываешь сколько хотела? Хотела. Я говорю, я хочу жить отдельно от родителей. Вот тебе, пожалуйста, квартира. То есть он вас взял на содержание? Можно сказать, что так, да. И когда вы узнали, что беременна? И сказали ему об этом? Когда я узнала, что беременна, для меня это был большой шок. Я ему ни то что не сказала. Я ему сказала, что мы с тобой расстаёмся. Причин не объясняла. Я не брала трубки. Я неделю не отвечала на сообщения, не открывала ему дверь. Он кричал под балконом. Он тарабанил в дверь. В итоге, когда у меня уже в гостях была мама с дочкой, он сказал, я сейчас открою дверь и начну выяснять отношения при родителях. Я вышла к нему. Потом, через какое-то время, благодаря добрым людям, он узнал, что я в положении. Я ему сказала, что я буду делать аборт. Но для меня, конечно, никакой речи об аборте не шло. Почему? Потому что я не буду убивать своего ребёнка. Ей, конечно, нужен такой мужчина. С характером. А старше. Волевой. У ребёнка в графе отец что стоит? Ничего нет, потому что мы расстались с ним, когда я была на третьем месяце беременности. Я ему сказала, я не должна хотеть, чтобы ты расстался с женой. Он мне сказал, ты знаешь, да, я, наверное, тоже не хочу, я не готов. А у первого ребёнка что? У первого ребёнка отец стоит, да. А дети с вами? Дети с моими родителями сейчас живут в Весентуках. Скажите, а не жалко, что дети растут без вас? Каждый день об этом думаю, каждый день об этом жалею. И что в перспективе? В перспективе приобрести жильё, чтобы мы жили как можно скорее вместе. Скорее всего, нет, потому что я жила в Петербурге, я влюбилась безумно в этот город. И для меня большая мечта. А со скольки лет дети с вашими родителями? Когда только родились, наверное? Нет, вот когда я переехала в декабре. Вы жили детей и отдавали родителям? Нет, я жила с родителями, когда я рожала детей. Ну, совсем, наверное, мало времени, да? Нет, почему? Я прилично жила. Сами как видите, в чём выход? Выход жить с детьми. Выход жить с родителями, жить с детьми. Но это только, наверное, благодаря мужчине, который вам даст всё сразу. Потому что на квартиру заработать в Москве вы же сами понимаете. Всё понимаете сами. Я всё понимаю сама. Я не ищу квартиры сейчас в Москве. Я не ищу всего готового. Выход в том, чтобы вместе всё добиваться. Вы такая девушка, боевая, в обиду себя не дадите. Как думаете, почему Евгения так часто обижают? У вас есть какой-то совет? Ну, по поводу, допустим, элементарной ситуации. С первым сентября он мог прийти, ломиться в дом своей бывшей жены. Ну, это же вы повторяете, я уже ему сказала об этом. Взять букет цветов и пойти на 1 сентября. А завтра возьмите все букеты цветов и приходите к нам. У нас завтра праздник. Нет. Какой у нас завтра праздник? Нам 7 лет. Я вас поздравляю. Вы приготовили какой-то сюрприз? Да. Покажите, пожалуйста. Массажа? Да, дело в том, что когда я жила в городе Пятигорск, я получала дополнительное образование, массажист-косметолог. Поэтому после тяжелого рабочего дня мужчина, приходя домой, всегда хочет расслабиться. Его нужно наказнить вкусным ужином, сделать ему приятный массаж, максимально его расслабить, очистить его голову от дурных мыслей, позволить ему насладиться домом, и чтобы у него больше не возникало желания этот дом покидать. Я не могу ничего сказать. Естественно. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо большое. Алина, проходите. До свидания. Спасибо, до свидания. Почему не попробовали пироги? Я сейчас обязательно попробую без... А зря. Я знаю, очень вкусно. Поешьте. Вы любите этот запах. Шикарно. В отличие от тех куриных ножек. Это даже очень. Согласна. Вот это, если она, конечно, сама это, но скорее всего, не сама? Нет. А я вот думаю, вот как до чужого мужчины, которого, ты видишь, перест, дотрагивается. Вот мне бы даже было неприятно. А что, глаза закрыла? Да. А вам, по-моему, было очень даже там комфортно. А подружка какая? Ну. Пироги вкусные. Пироги вкусные. Она действительно прихорошенькая. Вот эти все легенды, конечно, по завоеванию Москвы. Нехорошо, что дети растут без нее. Неправильно это. Я не на стороне. Все зато правильные, Лен. Ага. Что-то вообще говорят. Я думаю, что в душе вы понимаете все движения ее души, ее чувства, правда? Да. Вот это внутреннее есть. Но совместимости не будет физической. У нее одни чувства и желания, и вкусы. У вас они абсолютно другие. Вы, земля в любви, она огонь. Понимаете? Ну, у нас еще есть одна невеста. Проходите. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Я успела услышать вашу историю. Мне очень приятно. Хочется немножечко подзарядить вас позитивом. Юлия, 24 года. Художница мечтает открыть свою мастерскую. Гордится тем, что ее картины продаются за несколько тысяч евро. Признается, что часто отключает сознание и витает в облаках. Предупреждает, что употребляет в пищу только красивые продукты. Во время беременности Юлия поняла, что поведение ее возлюбленного может причинить вред ей и их будущему ребенку и решила порвать отношения. Надеется, что Евгений будет с ней нежен. АПЛОДИСМЕНТЫ Чем же так вас напугал ваш возлюбленный? Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте, я сначала подготовила угощение. Я хочу угостить вас. Красивую еду? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ А что это? Это панахота. Мне кажется, он на меня как-то по-другому смотрел. Ну да, как-то более застелесованный. Да, более какой-то невзгляд. Чем так напугал вас, любленный? Бил вас? На АП. Нет, Лариса, до этого не дошло. Но, наверное, стоит сказать о том, что он не просто меня напугал, он выпивал. И когда он выпивал, он становился абсолютно другим человеком. Как бы до драк у нас не доходило, но он был очень агрессивен, ломал мебель, однажды пытался выбросить мои вещи в окно. Когда вы узнали, что он агрессивный, сумасшедший человек, почему решились от него родить? Нет, вы знаете, я сначала от него забеременела, затем я узнала, что он агрессивен, и, естественно, я не смогла с этим смириться, и мы расстались. Она такая лёночка, она такая хорошенькая. Она, да. У ребёнка прочерк в свидетельстве? Да. А вы художница? Да. То есть, а сколько стоит картина ваша? Этим летом я продала шесть работ стоимостью от тысяч до трёх тысяч евро. Я не именитый художник, я начинающий, но дело в том, что у меня очень хорошее образование. То есть, Магахи Мини Сурикова, это один из лучших вузов в России. То есть, в принципе, Нику Сафронова нужно же беспокоиться. Да? Да. Покажете сюрприз? Да. Пожалуйста. Спасибо. Я приготовила для вас песню, потому что изначально вы позиционировали историю как отношения отца и ребёнка. Я решила подготовить для вас песню про отца. В мире много стихов и песен Он посвящается матерям, тем, кто множество зим и весен отдают в этой жизни нам. Но ведь есть ещё очень важный, дорогой для нас человек, кто идёт с нами в жизни рядом, его имя – простое Отец. Он идёт с нами в жизни рядом, охраняя наш сонный покой, предаёт. Он будет приходить домой с работы, она его будет встречать, петь ему эту песню, потому что ему не нужен никакой массаж. Она готовит вкусно. И пусть часто его мы не ценим, он готов к нам на помощь прийти, чтоб, используя свой опыт жизни, от ошибок детей защитить. Я люблю тебя, мой папа, я люблю тебя, и пусть часто не могу это вслух сказать. Всё же очень твёрдо знаю, в сердце глубоко, что на свете без отца нелегко. Спасибо большое. Проходите. Скажите, а кто автор, кто пишет такие песни жалостливые? Я, к сожалению, не знаю. Я нашла песню в интернете, она мне очень понравилась, поэтому решила и вынуждена. Народ автор. Спасибо большое. Вот если бы мне сказали, что ты ненавидишь больше всего после куриных лапок этих, я бы сказала вот эти жалостливые песни, типа, папа, скажи, отчего мать не дышит, глазки закрыла. Вот этот вот фольклор тюремный бедных мальчиков, которые сидят на малолетке, папа, мама, что скажете? Я не могу сейчас ответить на то, что... А на что вы можете ответить? Послушайте, перед вами сидела красивая девушка. Красивая девушка, но я не услышал, что она ищет какие-то отношения, ищет какую-то поддержку. Что ей нужно, опять же, не озвучила. Я могу сказать только одно, что у неё всё в жизни сложится и очень хорошо всё будет. Я вам в самом начале программы сказала, замутитесь кем-нибудь. За вас сегодня придут бороться. Представляете, одна краша другой, хотя бы на какое-то время. Но это же вас отвлечёт от самого главного дела в своей жизни – страдать. Я не страдаю. Да бросьте вы, упивайтесь своим страданием. Конечно. Вы себя так ведёте, что даже я вас не хочу. Жень, ну и хочу вас разбудить. Ну нельзя, ну вы ж не тетёха. Брыжки эти вот с маленькими детьми. Ну это я так шучу, конечно, я уже даже сама себя не хочу, поэтому дело не в этом. Только Димку одного Нагиева люблю. Короче, Жень, расстаньтесь с собой несчастливым. Давно расстался, давно забыл. Не, не расстались. А тебе? Хорошая девочка. Тем более, я вот, кстати, из всех трех я за неё меньше всего беспокоюсь. Конечно, дурочка, что без мужа нельзя, ребёночка так это. Ну ладно, что ж я ей, 24 года, сама зарабатывает, он рисует. Я ищу мужчину, который точно знает, что он хочет в своей жизни. Я бы сказала, что, конечно, больше всего вам подходит из трёх девушек и первая Юля, и вторая. Но, конечно, здесь очень много взаимопонимания. Я думаю, что каждый из вас мог бы друг другу в чём-то помочь. Проходите в комнату, как вы решили. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ То, где сможет. Спасибо. Здрасте, как я рада вас видеть. Вообще, что здесь делает шеф-редактор? Я хочу поблагодарить тебя за тот прекрасный год, в котором мы были вместе. Я беременна. Да ну нафиг. Вот я тебе говорю, ты кабель. Ты кабель. Предлагаю всем выйти и поддержать Евгения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я очень рад, что всё-таки из всех твоих сомнений я вижу, что ты очень достойная, красивая. Я рад, что у тебя красивые дети. Вижу ту непростую ситуацию, в которой сейчас находятся малыши. Я думаю, всё будет хорошо. И, по крайней мере, я готов быть рядом с тобой для того, чтобы помочь тебе в любом моменте, как только ты попросишь, искаешь что-то. Можно я тебя обниму? Может. Спасибо, Жень. Ты молодец. Мы сейчас, да, помощь очень необходима психологическая. Будем держать? Молодцы. Дайте обниму. Ой, ты умница. У нас есть пара Евгения и Юлия. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.